украинцы хотят от нас только одного оружие чтобы завершить тело и поэтому я просто не понимаю почему мы продолжаем тянуть время почему мы всегда такие медлительные как мы можем смотреть этим людям глаза и объяснять им почему мы медлина на протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали путина и мы делаем то же самое сегодня президент зеленский сказал мне что ему нужно лишь 200 более совершенных баллистических систем таких как атака а сша имеют тысячи таких систем в запасе зачем задерживать их какой другой цели они могут служить который бы лучше гарантировала долгосрочную безопасность запада в том числе и соединенных штатов америки путин проиграет а украина в конце концов победит и поскольку это то что должно произойти и поскольку это то что произойдет не можем ли мы во имя всего святого предоставить украинцам сейчас военную помощь в которой они нуждаются чтобы быстрее довести дело до скорейшего завершения чтобы меньше людей было брошено в горнило этого бессмысленного конфликта я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова какого черта мы ждем на самом деле такой текст мог выдать бы любой западный политик по сути любой западный политик было бы вполне логично любой кроме илона маска мог бы такое сказать но сказал это наш друг борис джонсон который приезжал к нам на прошлой неделе как видите он по-прежнему остается большим другом украины он кстати там в этой своей речи и упомянул также и ракеты storm shadow которые по его мнению отлично себя зарекомендовали и нужно просто дать их больше и действительно уже за последние сутки после атаки о которой я вам вчера рассказывал атаки на севастополь такой знаковой атаки когда была наконец сожжена российская подводная лодка sky news британский такой ведущий новостной канал сообщил что этот удар был нанесен именно британскими ракетами storm shadow как я вчера и предполагал мы сегодня обязательно обсудим и новый удар по крыму который был нанесен сегодняшней ночью там тоже есть чему порадоваться но ночное несколько другого ночное конечно же с поздравления с новым годом поздравляю вас всех с наступающим новым годом и желаю всем счастья понятно что поздравляю вас всех с наступающим еврейским новым годом и желаю всем еврейского счастья еврейский новый год наступает завтра новый год к нам мчится скоро все случится пелась когда-то в дурацкой такой навязчивой песенке новый год мчится скоро все случится мчится это понятно мчится действительно к нам новый год и 50 тысяч хасидов Хабада, которые едут в Умань сейчас, уже 11 тысяч приехали на место, они уже в Умане, завтра там празднование начинается, длиться будет несколько дней. Но вопрос, а что случится? Новый год мчится, скоро все случится. Что же там в Умане случится? Россияне считают, что в Умане случится теракт. Россияне говорят, что Украина замыслила теракт против тех самых евреев, хасидов Хабада, которые едут в Умань праздновать Новый год на могилы, ну на могилы там про, не знаю кого, мудрецов назовем так, Рэби Нахмана в частности. Вот, оказывается, Украина замыслила теракт. Будет ли случиться ли что-нибудь? Вот меня сегодня сразу стали спрашивать, а что Россия на самом деле замыслила теракт, да, то есть заметьте, как только Россия говорит, Украина замыслила теракт, первая реакция у людей, а, значит Россия замыслила теракт, да, будет взрывать там что-то. Теракт не думаю, ну не думаю, но могут ли россияне ударить ракетой по Умани, да, могут вполне, весьма вероятно, не знаю, куда у них там повернется их это колесо, случайности, рендомных, так сказать, целей, которые они выбирают, но могут ударить по скоплению людей, это в принципе в их духе, это было бы таким одновременно антисемитским высказыванием со стороны России, и одновременно они, естественно, начнут рассказывать, что это все якобы украинская ракета ударила по хасидам, но всем, кто едет сегодня, всем моим друзьям из Израиля, из Америки, которые религиозные евреи, которые едут сегодня в Умань, я спешу сказать, прячьтесь там от ракет, не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги, россияне ужасно коварны, россияне будут бить именно по скоплениям людей, поэтому пользуйтесь укрытиями, укрытий, наверное, на всех не хватит, заранее прошу прощения, но не рассчитана Умань на такое количество людей, такое количество укрытий, поэтому берегите себя там, а мы вместе будем завтра отмечать Роша Шана, Новый год всех евреев с праздником, впрочем, завтра во время штрима за неделю не примену случаем воспользоваться, еще раз поздравить, а пока еще раз говорю, Новый год мчится, а случится может ракетный обстрел со стороны Российской Федерации, а что пока случается? Пока Путин случился с Ким Чен Иром, успешно он случился с ним прямо на космодроме Восточный, прямо во время показа ракеты, и даже описал все это явление вчера Песков, кто не видел еще, вы будете поражены, но он назвал все это явление словами Российская Федерация, он прямо так и сказал, Российская Федерация, потом уже стал себя поправлять, но было поздно, интернет все запомнил, и так вот то явление, которое мы вчера наблюдали на космодроме Восточный, называется Российская Федерация. Почему Песков вдруг стал откровенным, не знаю, то ли понесло на откровенность, то ли вторая у меня версия, дело в том, что на иврите, если написать слово Федерация, то все равно получится Федерация, потому что первая буква будет читаться как П, что ты с ней не делай, Писика вместо Физика и Федерация вместо Федерации. Поэтому возможно Песков уже постепенно переходит на иврит вслед за своим начальником, которому везде мерещатся Моша Израилевича и плохие евреи, а также еврейские заговоры. Вот и Песков начал учить иврит, и вот у него уже вместо Российской Федерации само по себе вырывается Российская Федерация. Как вчера выглядела эта Российская Федерация на космодроме Байконур? Боже, все видели, кадры видели, все видели, вас ничем не удивить. СНН показывал это весь день, все каналы обсирали, но я нашел источник вечного наслаждения, я нашел, как порадовать вас описанием вот этого визита. Все не так однозначно. Что нам СНН, что нам российская пресса, что нам украинская, что нам даже российские либеральные каналы. Я нашел журнал Корея. Помните? Я читал журнал Корея, там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас, и у них все то же самое, и все идет по плану. Так вот, я нашел журнал Корея, он до сих пор выходит в Корейской Народной Демократической Республике, и там сообщается обо всех успехах строительства социализма на основе идеи Чучхе. И там был описан этот визит, зачитываю, все настоящее, абсолютно доподлинное, можете проверить. Итак, текст журнала Корея. Президент Путин горячо поприветствовал Ким Чен Ина, который очередной раз посещает РФ в такое время, которое имеет большое и важное значение в развитии российско-корейских отношений. Ким Чен Ин выразил признательность за то, что Путин тепло пригласил и встретил его, несмотря на занятость делами государства. И отметил, что саммит проходит в особенной и оригинальной обстановке. Вот уж действительно оригинальная обстановка, когда президент Путин российский просит снаряды у Ким Чен Ина. Это называется оригинальная обстановка. Ким Чен Ин, дальше продолжаю цитировать журнал Кореи, Ким Чен Ин слушал объяснения о детальных технических характеристиках и процессе монтажа и запуска ракет-носителей. Также осматривая стартовый комплекс, корейский лидер слушал об эксплуатации и строительстве упомянутых объектов. Ким Чен Ин высоко оценил, что согласно стратегической инициативе Путина, Восточный прекрасно построен и добивается ценных успехов. Ценных успехов. А вот дальше главная фраза, которая точно показывает и Российскую Федерацию, и про то, что Новый год намчится, а все уже случилось. «Президент Путин показал Ким Чен Ину свою машину, где имел с ним теплую беседу». «Президент Путин показал Ким Чен Ину свою машину, где имел с ним теплую беседу». Да, не удивляйтесь, действительно выходит это журнал Корея именно на русском языке, и вот оттуда были цитаты. Кстати, YouTube-канал тоже выходит на русском, YouTube-канал Штрельман тоже выходит на русском языке, и это ли не повод подписаться на него, на YouTube-канал Штрельман? Да, у Штрельмана есть свой канал, не удивляйтесь. Не удивляйтесь, если вы пойдете вниз по ссылке, вы увидите надпись «Подпишись на YouTube-канал Штрельмана», и вы подписываетесь, и пожалуйста, первыми, первыми всегда все будет узнавать, а все остальные, вторыми, ну максимум третьими, ну иногда даже четвертыми. Подпишитесь, потому что сколько у меня там на моем приборе сегодня? Про прибор я вам буду рассказывать. Вот, 267 тысяч подписчиков, по-прежнему, видите, прибор за сутки не сдвинулся с места. Это плохой сигнал, плохой сигнал. Подпишитесь и поставьте лайк, а прибор будем анализировать в следующий раз, точнее в воскресенье на стриме. Чем же закончилось вот это место имения, космодром Восточный? Закончилось оно тем, что Путин с радостью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Пхеньян. Лидер Северной Кореи, как пишут пресса, пригласил президента РФ посетить Пхеньян в удобное время, а российский диктатор с радостью принял приглашение. Здесь есть один нюанс. Удобное время никогда не настанет. Удобное время настанет тот момент, когда с Путина снимут ордер на арест за то, что он воровал детей. То есть никогда, потому что детей, даже если он вернет, то он же уже их воровал, он их уже украл. Если человек кого-то убивал, он перестал убивать, это не означает, что с него снимают ордер на обыск. Ордер на арест, извините. Поэтому хорошее время не настанет никогда. У меня спрашивают, поедет ли Путин в Северную Корею. Решится ли? Честно? Да какая разница? Какая разница, поедет, не поедет? Просит он, понимаешь, у Северной Кореи снаряды. Некоторые, кстати, говорят, что вот какой позор. Кто-то написал это. А, чуть ли не Евросоюз заявил, что вот до чего дошла Российская империя. Значит, Путин хотел восстановить империю, а сам клянчит снаряды у Ким Чан Ина. Но все логично. Захолустное провинциальное государство где-то на далеком севере, в Сибири. Естественно, просят высокотехнологичных артиллерийских снарядов и пушек у развитого великого корейского народа с его действительно идеями Чучхе. Потому что у них хотя бы идея Чучхе есть у северных корейцев. А у России сейчас что? Есть какие идеи? Только как выехать на автомобиле с российским номерным знаком в Евросоюз. Но об этом мы сегодня еще поговорим. Ну что ж, уехал Ким Чан Ин, все случилось. С кем отмечать Новый год? Знаете, есть такая народная примета. С кем встретишь Новый год? Как встретишь Новый год, так его и проведешь. С кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. Именно поэтому, я думаю, Ким Чан Ин сбежал. Сбежал сегодня из Российской Федерации, чтобы, не дай бог, случайно не встретить еврейский Новый год с Путиным. Но святое место пусто не бывает. На место Ким Чан Ина примчался Лукашенко уже сегодня. Приехал Лукашенко и завтра Лукашенко и Путин будут вдвоем по-семейному встречать еврейский Новый год. А как встретишь еврейский Новый год, так еврейски его и проведешь. И проведет его Путин в объятиях Лукашенко, а Лукашенко в объятиях Путина. Зачем? Зачем Лукашенко едет отмечать Новый год с президентом Российской Федерации? Сейчас вам скажу, у него написано все. Официальное сообщение. Международная повестка дня и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике, большая работа в сфере импортозамещения. И что-то я думаю, раз они срочно вызвали Лукашенко к себе на ковер. Может они не договорились с Ким Чен Ином. Может не договорились, что он форму будет шить или снаряды поставит и решили разводить все-таки Лукашенко до конца, чтобы он уже окончательно вытряхнул свои карманы и опустошил свои склады. Это одна версия. Есть версия номер два. Вчера Европарламент проголосовал за то, чтобы призвал Международный уголовный суд выписать ордер на арест Лукашенко за соучастие в воровстве детей. То есть как бы, чтобы по делу проходили трое. Путин, Мария Львова-Белова и Лукашенко. Что они втроем воровали детей? Воровал ли Лукашенко детей? Да, это сто процентов. Это известно, потому что его начальник Красного Креста, да, есть в Беларуси и Красный Крест Беларусь, и вот его руководитель прямо сказал, мы детей воруем и будем воровать. Мы их вывозили с оккупированных территорий Украины и будем вывозить в Беларуси. Это наш ничто не остановит. Ну, естественно, что этот человек подчиняется непосредственно Лукашенко. Поэтому Лукашенко действительно ворует детей. Но я бы не стал все это ввалить в одну корзину. Мне кажется, что вот такая парочка, когда в розыске пара, знаете, такие прирожденные убийцы, помните, был фильм, такие Бонни и Клайд, Путин и Мария Львова-Белова, то пусть они вдвоем и останутся в розыске по этому делу. Я бы не стал честно выписывать ордер на арест Лукашенко за воровство украинских детей. Объясню почему. Лукашенко убил, ну, как минимум десятки, а скорее сотни белорусов. Лукашенко пытал тысячи белорусов, в том числе лично своими руками. И он до сих пор недостоин был ордера на арест из Гааги. Понадобится ордер на арест именно за соучастие в воровстве украинских детей? Нет других поводов? Мне кажется, это как бы неправильно с точки зрения, не знаю, морали этой мировой. Человек должен быть в розыске за главное, что он сделал. Для Путина главное, что геноцид украинского народа. И воровство детей – это часть геноцида. В том числе в определении, в конвенции о геноциде это прописано. Вот это воровство детей является признаком геноцида. Поэтому де-факто Путин в розыске за геноцид украинского народа. Все-таки Лукашенко должен быть в розыске за издевательства, за массовые пытки и убийства белорусов, а не украинцев. Несмотря на то, что он, да, он соучастник, все, пожалуйста, да. Но главное же нет. Это как-то, знаете, прикапываться и пытаться по формальному признаку привлечь, когда не можете и почему-то не готовы за то, что он по-настоящему сделал. У вас что, в Евросоюзе нет доказательств, не появилось доказательств за три года того, что делал Лукашенко с белорусами? Серьезно? Почему у меня есть, а у вас нет? Почему ко мне уже написали десятки людей, которые там прошли через многое, а к вам никто? Серьезно? У вас нет доказательств? Это как Гитлера, не знаю, обвинять в том, что он там это, неправильно обходился с животными. Или нет, незаконно вступил в брак с Евой Браун. Неправильно оформить его и привлечь к ответственности уголовную. Нормально будет? Нет? Или за то, что это? Убил! Он же убил Еву Браун, правильно, Гитлер. За убийство Евы Браун судить. Представляете, Гитлера вы судили после войны, все, он уже покончил с собой, все, но после смерти мы его будем судить, он убил Еву Браун. Нормально вообще? Нет? Вот так и у Лукашенко. Его соучастие в воровстве украинских детей, это очень маленькая штука, которая, мне кажется, его обвиняют и объявляют за это в розыск, совершенно несерьезно. Объявить вот этого главу Красного Креста белорусского, то да, то правильно было. Но не Лукашенко. Ребята, это несправедливо по отношению к белорусам, которых он сделал сегодня, кстати, такими, знаете, новыми цыганами. Белорусы это новые цыгане, люди без своей страны, люди, которые ходят по миру, у них нет документов, потому что Лукашенко их отнял, запретил им их обновлять. И Светлана Тихановская вот обратилась с просьбой вчера к Евросоюзу признать паспорт, который выдает правительство Тихановской, чтобы с этим паспортом можно было белорусам путешествовать по Европе. Ну, присоединяюсь только к ее, естественно, просьбе. Переходим к делам все-таки военным, пора, пора на фронт, пора на фронт. Радостная новость сегодня, вслед за вчерашней Севастопольской, за вчерашними Севастопольскими рассказами сегодня Евпаторийские. Евпатория. В Евпатории прогремели мощные взрывы. Вообще Евпатория мне всплыла на прошлой неделе, когда, вы знаете, в приложении ДИА, в Украине есть такое в телефоне приложение ДИА, оно как паспорт действует и как другие документы собой заменяет водительские права, там можно открывать бизнес, все что угодно можно делать. Уникальное, кстати, приложение, разработанное украинцами, сегодня внедряется в разных странах мира, в Колумбии, в Эстонии, там еще где-то. То есть это прям очень крутую штуку сделали именно украинские. Украинская разработка, такой не электронный паспорт, а страна в смартфоне, как это назвало правительство Зеленского. И вот в этом приложении ДИА появилась возможность покупать облигации займа Евпатории. То есть ты покупаешь, и они погашаются, по-моему, через два или три года. Но, видимо, когда Евпатория будет освобождена уже от российских оккупантов, то эти деньги пойдут на восстановление Евпатории. Я пытался купить, честно, эти облигации, но так как я иностранец, оказалось, иностранцам нихт не продавает. У вас должен быть украинский патчпорт в ДИИ, иначе мы вам облигации Евпатории не продадим. Жаль. А так бы я, конечно, обязательно. Ну, у кого есть возможность, приобретайте облигации Евпатории. Почему нет? Я, честно, не знаю, сколько стоит. Мне же не пустили. Пока мы Евпаторию не освободили, мы ее, конечно же, бомбим. Направили туда достаточно много, по-моему, 14, что ли, беспилотников и несколько крылатых ракет «Нептун» в этот раз. Значит, что произошло? В ночь на 14 сентября была проведена совместная операция СБУ и военно-морских сил Украины. Отминусовали, как они говорят, Россию, так, на военном языке, российский комплекс противовоздушной обороны «Триумф» стоимостью 1 миллиард 200 миллионов долларов США. Значит, сначала беспилотники СБУ поразили глаза комплекса «Радары» и «Антенны». То есть это была роль Службы безопасности Украины. А после вывода из строя радиолокационных станций, подразделения военно-морских сил, двумя крылатыми ракетами «Нептун» ударили по пусковым комплексам С-300, С-400 «Триумф». Ну, действительно, те, кто видел видео из Евпатории с этого взрыва, понимают, что это не работа ПВО, это не взорванный беспилотник. Аж беспилотник, который несет там свои 20-30-40 килограмм взрывчатки, естественно, так не взрывается. Это бабахали какие-то серьезные ракеты. И, в общем, серьезная военная цель была поражена в Евпатории. Поэтому второе-второе успех, ну, конечно, не сравнить с подводной лодкой, но все-таки. Ну, а подводная лодка, вот что с ней произошло сегодня. Как всегда, по утрам Генштаб Украины опубликовал данные о том, сколько чего уничтожено из России, сколько российских сил уничтожено за сутки. Это всегда уже все, сколько у нас дней там, господи, 570 дней войны примерно, об этом сообщают, 560 дней войны. Каждое утро смотришь это с огромным, ну, с такой дрожью в сердце, с нетерпением. Ну, вот сегодня цифры, к которым мы уже привыкли, 620 россиян уничтожено военных, 15 танков, кстати, много, 18 БМП, 42 артиллерийских системы, это прямо фантастика, по-моему, это абсолютный рекорд. То есть по артиллерийским системам за день, 3 реактивные системы залпового огня, 5 спецтехники единиц, 14 автомобилей, 47 беспилотников, но это в основном беспилотники, которые атакуют наши гражданские объекты, то есть это не фронтовые беспилотники, не фронтовые успехи. Но сегодня добавился один корабль, давненько не прибавлялось, было 19, стало 20 кораблей поражено российских. Кстати, вчера еще катер под названием Лосось, по-моему, уничтожен. Нет, Тунец, Тунец, катер Тунец был уничтожен российский. И появилась прямо новая рубрика «Подводные лодки». Итак, плюс 1. А знаете, сколько у россиян подводных лодок в Черном море? По-моему, 6. Поправьте меня в комментариях, если я не прав, потому что я же не специалист по военному вопросу, я как бы почитал где-то, что у них в Черноморском флоте всего 6 подводных лодок. То есть если мы уничтожили одну из 6, так это, извините меня, 17% подводных лодок пошли на дно морское, пошли прощаться с Богом. Поэтому это было бы очень приятно, если это одна из 6, всего лишь 6 подводных лодок. То есть еще 5 таких успехов, и у России не будет подводных лодок, которые наносят удары по мирным украинским городам. Вот помог бы нам тогда Илон Маск, мы бы все эти подводные лодки тогда еще в прошлом году утопили, и Илон Маск спас бы жизни десятков тысяч украинцев, но не захотел. Пока россияне продолжают уничтожать вот этими беспилотниками, которые я оглашал, да, количество сбитых, продолжают уничтожать зерно в наших портах и складах. И вот произошли тут произведены расчеты правительства Великобритании. Об этом сообщает Financial Times. Рассчитали, сколько зерна Россия физически уничтожила ракетами и беспилотниками после разрыва зерновой сделки. То есть два месяца прошло с разрыва зерновой сделки. 17 июля она закончилась. И вот россияне за это время уничтожили 280 тысяч тонн зерна, сожгли. 280 тысяч тонн зерна, произведенного руками трудолюбивых украинцев, сожгли россияне. 280 тысяч тонн, это 280 миллионов килограммов на 140 миллионов россиян. То есть каждый россиянин в среднем уничтожил 2 килограмма пшеницы, 2 килограмма зерна уничтожил каждый россиянин за последние два месяца. Ну, что делать? После войны, конечно, каждый россиянин будет платить за эти 2 килограмма зерна, но в целом вот каждый россиянин должен знать, что он за последние два месяца уничтожил 2 килограмма выращенного украинцами зерна. И продолжается, как вы видели, продолжаются эти удары, удары по складам, удары по элеваторам, удары по речным портам Украины на Дунае. Настолько они продолжаются, что в Румынии, в другой сторону границы, где бьет, ну, россияне бьют рядом с границей, там начали впервые строить бомбоубежище. Такие несложные бетонные убежища от обломков беспилотников российских. Поэтому уже Румыны, скорее всего, прячутся от, прячутся от бомб. Румыны от российских обломков беспилотников. Займемся большой политикой теперь. Мы тут про зерно, про 2 килограмма, а Энтони Блинкен, госсекретарь США, про большие, вечные, неприходящие совершенно к нам ценности. Энтони Блинкен выступил в Международном Центре исследований Джона Хопкинса и рассказал о том, что же происходит с миропорядком. То есть, по мнению Энтони Блинкен, миропорядку, сложившемуся по итогам Холодной войны, наступил конец. Ну, давайте почитаю вам несколько цитат. То, что мы переживаем сейчас, это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после Холодной войны. Это его конец. Завершение Холодной войны вызвало надежды на установление стабильности и мира, международного сотрудничества, распространение прав человека, политической либерализации, экономическое взаимодействие. Некоторые смертельные болезни были искоренены, более миллиарда человек вырвались из нищеты, а число конфликтов между странами достигло исторических минимумов. Ну, что было, то было. Да, он отметил, что были отдельные войны, вот война в Югославии, геноцид в Руанде, война в Ираке, право-финансовый кризис, война в Сирии. Но в целом, действительно, войн стало гораздо меньше, голод практически был побежден. Между прочим, всего-то 20-30 лет назад миллионы людей умирали от голода, а сейчас никто. А еще миллионы людей умирали от малярии. Вы знаете, в Африке 6 миллионов людей в год умирало от малярии, где-то примерно 20 лет назад. А сейчас, насколько я знаю, близко к нулю эта сумма. Нет, там есть, конечно, люди умирают, но это вообще не измеряется никакими миллионами. От грязной воды умирали миллионы. И тоже этого нет. Вот все это достижение того миропорядка, который был после Второй мировой войны. Но он разрушен. Он разрушен. И сегодня уже, как говорит Блинкен, как он сейчас скажу, что он говорит по этому поводу, крушение того миропорядка случилось немоментально. А причины такого слома будут еще долго причинами для споров, считает Блинкен. Он отметил, что 10-летние относительно геополитической стабильности уступили место конкуренции Соединенных Штатов Америки с усиливающимися авторитарными ревизионистскими режимами. Воссекретарь назвал действия России на Украине, в Украине, видимо, он имел в виду, самой непосредственной, наиболее острой угрозой международного порядка, закрепленному в уставе ООН и его ключевым принципам территориальной целостности, суверенитета, универсальных прав человека. Китай же представляет собой наиболее серьезный, долгосрочный вопрос. Ну, такую программную речь высказал у нас Энтони Блинкен в институте Джона Хопкинса. И хотелось бы их немножко прокомментировать. Потому что людей это пугает, то, что вот все, нет больше мирового порядка, как мы будем жить, а я вам скажу вот что. А мы бы с этим старым мировым порядком жить и не могли бы. Мы, я сейчас про тех, кто сторонники Украины, тех, кто сторонники территориальной целостности Украины, и вообще, ну и украинцы, само собой, в первую очередь. Мы бы не смогли жить по старому порядку. Объясню почему. Что такое старый порядок? О чем он основан? ООН, в которой пять постоянных членов Совета Безопасности, каждый из которых имеет право доложить вето. С какого-то черта там среди них Российская Федерация. Вот та страна, которая просит сейчас снаряды у Северной Кореи на нарушение, кстати, санкций ООН. И она среди постоянных членов Совета Безопасности имеет право вето, что это такое вообще. Какая там десятая экономика мира? Какая там по населению? Скорость тоже девятая по населению. Нет, одиннадцатая экономика мира, девятая по населению. А по ВВП на душу населения пятидесятая вообще. А по коррупции сотая. Что она делает среди ведущих стран? Понятно. Дальше смотрим. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Это одна из основ действительно вот этого миропорядка послевоенного. Что в нем написано? Что почему-то ядерным оружием имеет право обладать только вот пять стран, те же, что в ООН. А остальные почему-то не могут. Но есть обязательства. Если хотя бы одна из этих стран угрожает безъядерной державе атомного оружия, то остальные четыре должны по ней нанести удар. То есть как только Россия угрожает Украине, Китай, Франция, Англия, США обязаны нанести удар по Российской Федерации. Но никто ничего не наносит. И что тогда стоит ваш этот договор о нераспространении ядерного оружия? И тогда ты начинаешь понимать, что прав Израиль, прав Пакистан, права Индия, права Северная Корея, кстати, которые взяли и создали ядерное оружие. А те, кто ведет себя как Украина, то есть отказались от ядерного оружия, так оказались лошадными и пытались соблюдать международное законодательство. Ну, конечно, как выяснилось, поэтому Блинкен рассказывает об этом как о тревожной, плохой новости. Все, тот мир рухнул. А я вам скажу, это хорошая новость. В том месте, в мире не было места Украине. В том мире Украина была странной изгоем, постоянно подвергающейся атакам России, которая не могла сопротивляться. Потому что у России есть ядерное оружие, а Украины нет. В новом мире, как он будет устроен? Это зависит от мирового сообщества. Может быть, что у каждого будет ядерное оружие. Пожалуйста, у всех есть ядерное оружие. И как только один российский солдат заходит, не знаю, в Крым украинский, Украина имеет право нанести удар ядерный по Москве. Пожалуйста, это будет новое международное законодательство. Сунутся тогда россияне в Севастополь? Нет, не сунутся. Как пример. Возможно, это будет другое оружие. Оружие на основе искусственного интеллекта. Сегодня Илон Маск, кстати, со своей новой бородкой в Сенате рассказывает, как надо регулировать искусственный интеллект. Главное, чтобы он в этой регуляции учитывал, что надо иногда бомбить российский флот в Севастопе. Мануле запретит еще искусственному интеллекту бомбить российские корабли. Скажет, ну как же, вдруг россияне ответит атомной бомбой, не дай бог. Все, Илон, не ответили. Вот, мы спокойно бомбим второй день. Уже и корабли, и локационные станции, и подводные лодки. Ничего они не отвечают. Все прошу. Илон, не бойся. Короче, новый мировой порядок нам будет только на руку. Нас старый не устраивает. Нам нужно думать о том, какой будет новый. А не хвататься за старый. Ну и немножко новостей. Немножко из далекой страны Российской Федерации. Ну и потом даже доберемся, кстати, до, как ни странно, Казахстана. По Российской Федерации. ФБК. Как это ФБК они называются? Фонд борьбы с коррупцией. Неожиданно решил заняться вот чем. Вообще не бороться с коррупцией. А просит у Евросоюза отменить запрет на въезд автомобилей в Евросоюз с российскими номерами. Прямо реально. Писали письмо. И просит, говорит, разрешите въезжать в Евросоюз на машинах с российскими номерами. Но ФБК. Неужели они не знают, что неприятно европейцам видеть российский флаг в номерах? Что в этом все дело. Вот один из аргументов, которые они предлагают. ФБК. Коррупции. Меня очень удивил, потому что я обязан о нем поговорить. Потому что я прям постоянно про это слышу. Не дадут соврать те, кто постоянно смотрит канал Штельман. Кто не постоянно смотрит, подпишитесь прямо сейчас на канал Штельман. Внизу ссылочка. Подпишитесь. Сегодня хотелось бы все-таки, чтобы на моих часиках уже 268 подписчиков, а не 267. И лайк поставьте. Так вот, постоянно говорю про этот аргумент. Аргумент такой. Вы понимаете, что тем, что вы запрещаете въезд на автомобилях с российскими номерами, вы только даете новые аргументы для российской пропаганды. И я вот эту штуку слышу от всех буквально. Ой, если вы так сделаете, это новый аргумент для российской пропаганды. Ведь это подхватит российская пропаганда и будет этим пользоваться. Я помню, кто это начал. Начал это Алексей Венедиктов. Который сказал, нет, вы знаете, вот украинцы не должны бить по Крыму ни в коем случае. Ведь если они будут бить по Крыму, то российская пропаганда это будет использовать в своих интересах. Наивный такой, правда? Это была очень смешная попытка, чувак. Да, называется. Нам насрать на российскую пропаганду. Нам все равно, что она там использует и что не использует. Никогда в жизни Украина, Европа, цивилизованный мир не должны оглядываться на российскую пропаганду. Вообще ни в чем. Действовать, исходя из интересов мира, цивилизации, защиты от россиян, от Российской Федерации. А не исходя из того, что там скажет. А что скажет Симоньян по этому поводу? Это очень важно. Вот я помню, в начале войны все беспокоили, что скажет Путин. А что скажет Путин по этому поводу? Сегодня я начал свою лекцию с того, что вам показал, да? Этот самый Борис Джонсон говорит, не важно, что там Путин скажет. Что вы его слушаете? Вы его все время переоцениваете. А Украину недооцениваете. Так никакая разница, что скажет российская пропаганда. Она что захочет, то и скажет. Она не будет ждать поводов. Слушайте, ей что повод нужен? Она так не скажет. Российская пропаганда уже сказала, что надо стереть с лица земли весь западный мир. Превратить Америку в ядерный пепел. Что теперь Америка должна на это сделать? Отменить свое ядерное оружие и вообще разоружиться полностью и утопить все свои авианосцы, чтобы, не дай бог, Киселев не сказал, что надо превратить Америку в ядерный пепел. Серьезно? Все должны вот так вот на цирлах ходить. А вдруг иначе Симонян что-нибудь плохое про нас скажет? Это будет, видишь ли, аргументом для пропаганды. Вот казалось бы, Венедиктов и фонд борьбы с коррупцией воюют между собой, там внутри России. Ну есть у них там некие разборки. А аргументы используют один и тот же. Боятся оба. Ах, как пропаганда, что же она подумает? Что подумает Симонян? Это самое главное, конечно. Совершенно другой аргумент, более важный, привел Максим Кац, который тоже выступает, призвал как бы отменить этот запрет на въезд на российских номерах. Но он привел гораздо более такой разумный аргумент. Он сказал, уехать на машине иногда это единственный способ спастись от мобилизации, спастись от уголовного преследования. И тут он прав. Предположим, человека пытаются забрать в армию. Выгодно ли нам, чтобы он сел в машину и срочно поехал в Таллинн, а не пошел на хром? Нам, западному цивилизованному миру, это выгодно? Конечно, выгодно. Но тогда требует тогда не того, чтобы пускали на российских номерах, чтобы пускали без номеров. То есть, если человек имеет возможность выехать из России на машине, пусть он выбросит эти номера, сожжет их, чтобы там не было больше российского флага, въедет в Европу и уже получает европейские номера. Он потом на них не сможет въехать в Россию. Но мы же не собираемся его возвращать в Россию. Вы давайте, определитесь. Пусть фонд борьбы с коррупцией и Максим Кац и все остальные люди, которые там, Любовь Соболь, скажут, создайте механизм для человека уехать навсегда, а не путешествовать туда-сюда между странами через линию фронта. Создайте такой механизм, чтобы можно было уехать и забыть про эту Россию, разрезав номер российский на части вместе с российским флагом. Что-то ни один из них, ни одному в голову не пришло такое, что ли? Я не верю. По-моему, они где-то манипулируют, да? Раз они не предлагают такого варианта, не предлагают такой просьбы. Они все надеются, что россиянам тут возможно жить на две страны. Как бы жить и в преступной России, платить там налоги, работать, привозить туда знания, деньги, опыт свой и жить на Западе тоже, там зарабатывать, получать знания, а использовать знания в Российской Федерации. Нет, так не будет. Или там, или там. Поэтому давайте добиваться простой вещи. Тут я готов всех поддержать, всех перечисленных многих, что ФБК, что КАЦ, что СОБОТЬ. Я готов поддержать, если наше требование будет общее, дать возможность россиянам один раз уехать навсегда, без права возврата. И без права вернуться на этой машине, и вообще без права вернуться в Российскую Федерацию. Тогда в этом есть логика. И я еще раз повторю, Каша, я получил вчера десятки ответов на эту свою фразу. А то, знаете, у меня такой аргумент, у многих там родители в России, они должны к ним ездить, родители престарелые. А, да, сказал я. А у многих родители в Мариуполе, а у других в Мелитополе у украинцев. У нас война вообще-то, потерпите. Со своими родителями. Вы что думаете, у вас тут всех люксус должен быть? Мне пишут теперь, пишет девушка, вот серьезно, да. Она мне написала, она живет в Херсонской области, в Херсоне. А родители на другой стороне, на другой стороне Днепра. На оккупированных территориях на левом берегу. И говорит, не заехать, не забрать, два года уже не виделись, связь иногда работает, Ольга мне пишет. Ну нет, она не из Херсона, не знаю, не написала. Я ее понимаю. Она говорит, что я должна сочувствовать сейчас россиянам, которые, иначе они не смогут вернуться в Россию, увидеть родителей. Да вы серьезно, на войне все теряют, да, все должны терпеть лишения. Это нормально. А то, я думаю, украинцы будут терпеть лишения, а россияне спокойно ездят в Европу. Вы серьезно? Это неимоверная доброта со стороны Евросоюза, что вообще пускают россиян. Это величайший агуманизм, пускать россиян. Так скажите спасибо Евросоюзу, что он пускает, а не претензии предъявляйте, что ох, ничего себе, что это у нас на российских номерах с российским флагом не разрешают разъезжать по Европе. Я понимаю, что я повторяю вчерашние истории, но много писем, поэтому много говорю. Но еще несколько новостей из России. Герман Греф, это уже такие последыши вот этого восточного экономического форума, как они его там называют. Значит, последующий первый, Герман Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах. Оцените. Герман Греф, командир Сбербанка и финансист военных преступников. Значит, что он там сказал? Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности. То есть Герман Греф все держит, поверьте, в рублях. Рубли дают доходность, у него все в рублях, даже не сомневайтесь. Конечно, конечно. На рынке есть, говорит, рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Лучше всего инвестировать в акции, говорит Герман Греф. Какой молодец, какой хитрый петь, да? Но это не спасет его от суда по окончании войны. Зато вот Олег Дерипаска, известный российский олигарх, он нашел шанс для российской экономики. Говорит, у нас сейчас глобальный шанс, как в 90-е. Перед нами открылось окно возможностей. Связывают его с наращиванием поставок в Азию и Африку. И ожиданием, что из этих стран будет приток инвестиционного капитала. Он считает, Олег Дерипаска, что сейчас надо привлечь инвестиции из Африки. Россиян. Из Африки. Африканцы должны вложиться в российскую экономику. И тогда она зацветет. Потому что, говорит, вы знаете, тут он как бы противоречит Герману Грефу. Герман Греф говорит, надо в рублях держать деньги. А Дерипаска говорит, в рублях кредиты брать невыгодно, потому что очень дорогие. Ну как, они не противоречатся, они пополняют друг друга. То есть, Греф говорит россиянам, все доллары сдайте государству, рубли, рубли кладите в Сбербанк, получите большой процент. Дерипаска говорит, ага, хрена им, а не большой процент, потому что, говорит, не возьму я у вас в Сбербанке кредит большой процент, я лучше в Африке. Возьму их эти, африканские деньги и будем инвестировать в экономику. Вот так вот. Единственный шанс, говорит Дерипаска, это привлечь сюда инвесторов китайских, индийских, индонезийских и из Африки. Хороший, хороший человек, молодец. Еще об одном человеке замолвлю слово, Джефф Монсон. Ну вы такого не знаю, слышали или нет, но прославился-то он однажды в очень интересный момент. Возможно, вы его помните, историческое было событие. В 2011 год Путин заявил, что он будет обратно возвращаться в президенты из премьеров. То есть, меняется, что он меняется с медведем. Чтобы он медведь не пойдет на второй срок, а вместо него снова пойдет Путин. Вот об этом было объявлено. И буквально на следующий день Путин пришел на боксерский поединок присутствовать, смотреть. На этом боксерском поединке дрался вот этот Джефф Монсон, боксер, ну с каким-то там российским. Вот они там дрались-дрались, российский хрен победил Монсона. Пока Монсона убирали со сцены, вышел Путин сказать речь. И весь зал освистал Путина. Весь зал освистал Путина. И за то, что он, собственно, собрался возвращаться во власть, за это его и освистали. Значит, это было скандальное сообщение, потому что впервые, впервые за время власти Путина его освистали настоящие тысячи людей. Значит, после этого пресс-секретариат, вы будете смеяться, Путина заявил, что освистывали Монсону. Дескать, плохо дрался, вон смотрите, как его побили, боксера Монсона. И тогда россияне, тогда еще россияне были другими. Слушайте, тогда в России еще были люди, которые реально выступали против всего этого, против режима. Готовы были против этого выступать, а не только поддерживать. И тогда россияне написали массово в соцсетях Джоя Монсона письма в его поддержку со словами «Не думайте, мы вас не освистывали, вы отличный боксер, мы освистывали нашего президента Путина, ну, премьер-министра тогдашнего Путина, а не вас, уважаемый Монсон». Вот тогда прославился Монсон. Но с тех пор Монсон поменял, переобулся, поменял сексуальную ориентацию. Теперь он россиянин, у него российский паспорт. У этого боксера, вы видели этого Джеффа Монсона, ну, такой классик, короче. Побитый боксер, сбитый летчик, ему уже лет не знаю сколько, тогда-то он был не в юном возрасте. И вот этого Джеффа Монсона, вы не поверите, вчера были выборы или позавчера в России, его избрали депутатом Курултая Башкортостана. Теперь Джефф Монсон, башкир и депутат Курултая Башкортостана. Приятно, согласитесь, быть депутатом Курултая Башкортостана. То есть башкиры проголосовали, увидели Монсона в списке «Един России», сказали, а мы за Монсона. Все-таки Монсон, не зря его побили, зря страдал, принял смертушку за простой народ, давайте за него проголосуем. Вот когда мне говорят, не может быть, нет почвы для выхода Башкортостана из состава России, нет почвы для распада Российской Федерации. Есть почва, вот она, создается прямо сейчас на наших глазах. Тем, что какого-то Монсона, которому купили за деньги, дали ему русский паспорт, назначают депутатом Курултая Башкортостана, российское руководство, назначают, это унижение башкирского народа, это плевок в лицо башкирскому народу. Башкирский народ сегодня терпит, а завтра не будет, как только предоставится шанс, башкирский народ ответит за Монсона, правильно? Скажут, вы нам Монсона? Вот мы вашего этого Монсона вам засудим вот в то самое место. Что уже проделал казахский народ? Да, казахский народ это уже проделал. Мы много раз говорили об отменах каких-то гастролей, где общественность в Израиле отменяла гастроли Театр Ленком. Общественность Казахстана добилась отмены гастролей юмористов российских во главе с Азаматом Мусагалиевым. Есть такой у них юморист Азамат Мусагалиев, он знаменит тем, что вот недавно был концерт в Донбассе на Саур-Могиле, куда приезжали российские юмористы и там шутили про ракеты, про убийство, про геннадцат украинцев, они очень шутили на эту тему. И казахам это вообще не понравилось. И когда в октябре месяц эти вот юмористы, они называются командой КВН как-то там, казымяки какие-то, комузяки, комузяки, комуняки. В общем, эти коммуняки должны были приехать на гастроли в Алма-Ату и Астану. И сегодня эти гастроли были отменены под напором общественности. Организаторы сформулировали причину. Из-за негативной обратной связи общественности этому самому Азамату Мусагалиеву и его подельникам по гастролям в Донбассе отменили гастроли в Казахстане. Спасибо вам, Казахстан. Я рад, что вы с нами. Я рад, что вы не приветствуете убийство украинцев. И не принимаете у себя убийц украинцев и их подельников. Вот, например, Азамат Мусагалиев. Он этнический казах, но Казахстан больше не рад. Ну, он россиян, например. Казахстан больше не рад этому этническому казаху, который соучастник преступления российского народа. Видите, дело не в крови, не в национальности. Если ты соучастник, то ты уже соучастник. Не будьте соучастниками, будьте с Украиной, будьте с нами. Вы смотрели Штриман за сегодня от 14 сентября. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся завтра в Штриман за неделю. Субтитры сделал DimaTorzok